Меняем бордюрный камень, меняем покрытие на брусчатку, причем брусчатка цветная, трех даже цветов. И еще посмотрели, сейчас очень хорошо видно на снегу, где вообще люди ходят. И мы предложили вот эти вот тропиночки, будем так их называть, связующие между вот этой застройкой с верхней стороны и с нижней. Мы их тоже предусмотрели в проектах. Пожелания Волокжан учитывали в первую очередь. Ведь именно поэтому в проекте достаточно много пешеходных дорожек. Вдоль улицы Первомайской от Козленской до Советского проспекта. Через бульвар по Первомайской каждый день проходят сотни горожан. И сегодня здесь особенно многолюдно. Архитекторы и в Волокжане обсуждают проект благоустройства общественного пространства в рамках проекта «Городская среда». Вдоль жилых домов появится асфальтированное покрытие. Будут установлены скамейки и урны. Освещение здесь появилось еще в прошлом году. Мы бы хотели здесь видеть что? Чтобы люди пришли сюда отдыхать, смотреть, вспомнить. А здесь есть что смотреть, что вспомнить. Здесь памятник ликвидаторам последствий аварии. Здесь, конечно, побольше скамеек, зелени побольше. Недостаточно. Большие планы на благоустройство и бульвара по улице Пирогова от Советского проспекта до улицы Чехова. Территория бульвара представляет собой четыре участка и продуман ремонт каждого из них. Тротуары будут вымощены брусчаткой. Запланировано обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, установка скамеек и урн. Здесь сформируют газоны и установят светильники. Активное участие в обсуждении принимают и ученики пятой школы. Ведь она непосредственно примыкает к этому пространству. Тут можно будет кататься на роликах? Можно. Когда все сделано, можно будет. А на всех участках? На каждом бульваре или только на... На всех? Видите, да, вот это вот. Вот это специально аспонтирование сделано. И по этим тоже. Там же плитка будет все. А брусчатка будет на определенных территориях или... На везде. Эти ребята и сами могут внести свою лепту, чтобы сквер был отремонтирован в этом году. В Алакжане от 14 лет могут оставить свой голос за одно из 25 общественных пространств, которые вошли в пятилетнюю программу «Городская среда». Сделать это можно будет 18 марта на 89 счетных участках. Татьяна Иванова не сомневается, за какую территорию отдать свой голос. В этом районе она живет с 60-х годов. А сквер возле дома Петра Первого стал излюбленным местом для прогулок. Сейчас получше, но все равно все-таки эти тротуары не очень ровные, не очень гладкие. Но хотелось бы скамеечек побольше. Ну вот я и говорю, еще домик Петра заодно побелить, чтобы он был поприглядней. Архитекторы разработали проект, который и предполагает замену асфальтового покрытия пешеходных дорожек на брусчатку. Новые светильники и скамьи здесь тоже появятся. Займутся также и местной флорой. Работы по санитарной, будем так говорить, очистке существующей деревьев. Вот видим, да, что. Конечно, надо все это приводить в порядок. Тополя и газоны. Такие обсуждения сейчас идут и в других районах. В Резиновский парк, Аллея Славы на профсоюзной, проспект Победы. Уточнить график встреч можно в Центре по работе с населением. А все дизайн-проекты можно посмотреть на сайте Волок ДРФ.